Бонджорно! Когда речь заходит про различные фанатские проекты по Джорджу, в случае ру-комьюнити вам наверняка в голову сразу всплывает Moscow Calling. Ребята значительно улучшают и развивают свой проект, что не может не радовать. Ветераны моего канала могут вспомнить первую часть разбора стендов из вселенной Руманги с научной точки зрения, и сегодня вы можете лицезреть сиквел этого ролика, сделанный совместными усилиями с моими товарищами из команды. А разбирать тут есть что, ибо разнообразнейших стендов здесь значительно прибавилось. Начнем со способности персонажа Отца Влада. Ситуация с ним очень необычная, поскольку его стенд опирается на Священное Писание, нежели на реальные законы физики. Поэтому мы постараемся разобраться, на чем основана его концепция и как работает способность. Стенд стигмата – живое воплощение богословских концепций Страшного Суда и состояния души грешника. Несмотря на распространенное заблуждение, Бог в христианстве лично никого не судит. Человек сам отдаляется от него и приближается к нему. Душа грешника настолько искажена неправедным путем, что не может вынести света божественной любви и страдает от этого. Именно на основе этой теологии и работы стигмата. Она просто впускает этот свет в наш бренный мир. Стенд может распознать в человеке типы грехов и степень греховности человека. Также некоторые грехи связаны с определенными частями тела. Например, вычитывая грехи дежурного полицейского участка, стигмата называют чревовесие, обжорство, мздоинство, взяточнство и лжесвидетельство. Ложь в суде при показании данных свидетеля. И в соответствии с этим у Сидоровича сгорели с ладони язык и живот. Как сказано в Библии, Само название стигмата отсылает не только на знаменитую металл-группу, но и на термин библейских историй. Так, стигматы это болезненные кровоточащие раны, язвы, покраснение кожи на теле человека, которые возникают необъяснимым образом. Стигматы формируются на руках, ногах и других участках тела, где предположительно располагались раны распятого Христа. Что, во-первых, еще сильнее подчеркивает связь Влада с христианством, но еще и может отсылать на саму способность стенда. Радио Армагеддон – стенд первого полноценного противника Жоры и Тимура на пути до Москвы, чей принцип целиком и полностью завязан на явление электромагнетизма и радиоволн. Не секрет, что огромное количество живых существ чувствительны к магнитным полям. Например, птицы ориентируются по ним при миграции. Данная стойка использует эту чувствительность для отдачи приказов животным. Люди же практически не ощущают данного воздействия. Но это не значит, что полностью. Британские ученые доказали, что магнитное поле от электромагнита способно оказывать сильное влияние на работу мозга человека. Причем влияние оказывается немедленно. В опыте испытуемые блокировали речевой центр, используя транскраниальную магнитную стимуляцию. Испытуемые, которым предлагали читать слух, например, стихи, не могли этого сделать. При включенном магните речь прерывалась, несмотря на попытки что-то сказать. Таким образом, ученым удалось затормозить работу отдельных участков головного мозга. Собственно, поэтому стенд лесника и смог внушить иррациональное чувство доверия к себе у пассажиров поезда, несмотря на то, что он максимально подозрительным образом появился из ниоткуда. И начал разбрасываться приказами. Радио Армагеддона случает радиоволны, которые могут распространяться достаточно далеко. Но при этом уровень контроля с расстоянием может ослабевать. Да это не столько является контролем разума, сколько эксплуатацией процессов, протекающих в мозге животного. К примеру, лесник не может заставить животное делать какое-то строго определенное действие, а лишь спровоцировать ту или иную модель поведения. Поэтому ему пришлось обучать ворон говорить с помощью аудиокассет, а не говорить напрямую с помощью стенда через них. Собственно, в связи с этим явлением и связано необычное решение Тимура смастерить генератор шумов из подручных материалов. Пускай в жизни не была наверняка проверена схема, использованная Тимуром, но в ее основе лежит первый искровой радиопередатчик Попова. Ну и заведя разговор про стенд Михаила Гершинева, вот вам некоторые интересные факты про животных, которые были использованы авторами при арке охоты на волков. Вороны, к удивлению многих, действительно способны имитировать человеческую речь не хуже попугаев. В интернете можно найти множество роликов по теме. У вас и ворон. И прямо как в манге, один из способов обучения животного речи, это зацикленное произведение реплики через аудиозаписи. Волки действительно могут передумать нападать, если начать громко шуметь, хлопать в ладоши и вести себя агрессивно, как и советовал делать Жора. Судя по всему, делясь своими знаниями с уроков ОБЖ, а при крайней необходимости остается забраться на возвышенности. Деревья, высокие валуны или... эээ... поезда. Как пример абсурдной обороны от диких зверей, в манге есть отсылка на автора канала Выживалова и его знаменитую технику защиты от стаи волков. Лоси — настоящие танки в мире дикой природы. Огромные туши под полтонны, разгоняющиеся до 56 километров в час, способные успешно обороняться даже от бурых медведей. В манге нашло отражение очень необычное явление, связанное с муравьями. При нападении армии насекомых на главных героев можно заметить странные спиральные узоры. Это муравьиные круги, или карусель смерти, или спираль смерти. Природное явление, в ходе которого один или несколько муравьев начинают бегать по замкнутому кругу. Постепенно в эту гонку вовлекаются все больше и больше муравьев, которые продолжают движение до полного истощения. Видимо, вследствие такого большого скопления насекомых, значительная их часть начинает глючить, бесконечно следуя за спереди идущим муравьем, что и формирует такие необычные узоры. В заключении разберем, пожалуй, самые таинственные малоохваченные стенды Пересвета и Челубей из 11 главы Москвы Коллинг. Дизайн безымянного стенда Челубея вдохновлен тибетской маской смерти. По одной из легенд, Челубей был монахом с Тибета, особо обученным боевыми искусствами. А что у нас во вселенной Джорджа находится в Тибете? Правильно, пристанищий Хамон юзеров. А как мы знаем из экстраголовы Стивбол Ран, Хамон является одним из путей к обретению стенда, так что неудивительно, что Челубей им завелся. Способности его точно неизвестны, но это однозначно боевой стенд ближнего типа. Стенд же Пересвета, с другой стороны, еще более загадочен и непонятен. Возможно, авторы вдохновлялись концепцией святых и ССБ Рверса. Тогда становится понятно, что Пересвет обзавелся стендом от того, что он следовал праведному пути по жизни. Что касается способностей, то они также явно не указаны, но вполне вероятно, они как-то взаимосвязаны с чудесным яблоневым посохом, который принадлежал Пересвету. Следуя лору манги, яблоневый посох – это сверхъестественный артефакт. При прикосновении к нему человек будет представлено явление последнего использования стенда в мире. Используя эту силу, Союз Пересвета уже в наши дни собирает информацию о всех стенд-юзерах, неизвестно для каких целей. Остается лишь ждать дальнейшего развития одного из самых оригинальных и амбициозных проектов по мотивам Джорджо. Наша с вами поддержка авторов будет лучшей помощью в развитии этой руманги. Ну а вам огромное спасибо за просмотр. Буду благодарен за ваш стенд-лайк, комментарии, быть может вам есть что добавить или поправить, подписку на канал и телеграм-канал, и другие способы поддержки. Ариюдерчи!